я вас хочу познакомить вот с таким продуктом это суперфуд как сейчас модно говорить что это такое я сейчас вам все расскажу и обязательно посмотрите ролик до конца в конце я расскажу как из этих ростков сделать полезный витаминный салатик ну и вообще что можно приготовить на самом деле с этими ростками можно приготовить очень много блюд и добавлять их в различные блюда чтобы увеличить витамины которые вы потребляете и это еще дополнительная клетчатка и так вот так вот они выглядят банки хочу обратить ваше внимание это обычная трехлитровая банка на которую я одеваю вот такую крышечку это сейчас я покажу как выглядят эти ростки поближе так вот вытаскиваю аккуратно вот так вот выглядят эти росточки какие то есть можно доводить их до большего состояния я люблю когда выращиваю их уже давно люблю когда они вот такие вот то есть семидольки только открываются видите видите и вот так вот торчит листик а вот это вот то что вы сейчас зеленое видите это чешуя кожица которую мы сейчас очень легко смоем и у вас останется вот такой красивый росточек и так сейчас все расскажу нам нужно взять крупы вот вы видите я ее покупаю вот таких пакетиках который называется маш таким же образом вы можете вырастить нут чечевицу красную или зеленую все что вы хотите ну и свою конечно у кого есть я люблю вот такой маш он мне кажется достаточно нежный вот вот это вот количество зелени вырастает вот из такой горстки вот горстка и вот зелень которую вы получите ну вернее микро зелень и сейчас я вам взвешу для вас специально я не взвешу самое главное что сколько это стоит потому что вы знаете что вырастет микро зелень это достаточно накладно потому что все семена стоит очень дорого плюс оборудование которое нам предлагаю и так я обнулила тарелочку сейчас пересыпаю и так здесь 53 грамма то есть представляете 50 грамм и вот столько зелени у вас вырастает хочу сказать что килограмм вот этого маша в киосках я покупаю где продаются орехи различные сухофрук и получается килограмм этого а маша стоит 150 рублей вы берете 50 грамм представляете сколько это стоит то есть это стоит у вас 7 рублей вот это вся зелень выращена и сколько она будет стоить у вас магазинах вы даже можете посмотреть в интернет магазинах сколько будет стоить вот эта зелень я промываю чтобы смыть это вот видите вот эти оболочки смыть они не очень приятные и жестковаты поэтому я их смываю как смыть их проще простого тоже беру чашку и высыпаю сюда всю свою микро зелень кстати если вам сразу много вы можете положить ее в пакетик и употреблять в течение недели либо в пластиковый контейнер еще хочу сказать что это микро зелень вот в таком состоянии вырастает за два три дня то есть вы можете каждую неделю оставить баночку и у вас будет вот такая полезная микро зелень и так вот все я высыпала вот так это выглядит заливаю холодной водой полную чашку покажу вам вот шелуха которая остается вести так включаю а в 0 и чашку 0 все вот наш суперфуд взвешиваем напомню у нас с вами 53 грамма вот этого зерна который называется маш и у нас вот воды здесь никакой нет все стараюсь вот так хорошенечко смотрите 547 555 556 грамм 500 грамм за семь с половиной рублей вы можете себе такое представить а вот я сейчас покажу вам как это сделать происходит все очень просто мы берем вот этот вот маш и берем трехлитровую банку двухлитровую банку любую стеклянную банку какая у вас высыпаем теперь мы заливаем просто холодной водой из-под крана заливаем ну я с целью немножко смыть там пыль какая-то если есть все теперь нам понадобится вот эта крышечка сеточкой с дырочками мы закрываем эту банку крышкой закрываю крышкой и теперь вы безболезненно можете слить отсюда воду воду сливаем оставляю чуть-чуть видите вот она катается крупа там катается в небольшом количестве воды буквально 30 грамм вот так вот все мы распределяем по дну вот весь машина статне и ставим на несколько часов что мы делаем под будете делать это в одной той же воде она у вас затухнет и будет невкусно пахнуть я первый день ну где-то через 6 часов и заливаем сюда через крышку прям проливается вода вот так промываем и опять сливаем воду оставляю немножко затем когда он у вас начнет прорастать каждый день утром то есть вот это вот три дня каждый день утром вы встаете наливаете сюда водички промываете вот так вот и сливаете что через три дня у вас будет вот столичка микро зелени как мы сейчас взвесили 500 грамм вот из этого количества покажу вам как быстренько сделать салат вот из наших вот этих проростков ростков салат должен немножко постоять поэтому вот чтобы у меня к ужину был готов я его делаю вот сейчас в обеденное время в два часа и часа три он должен у меня постоять промариноваться часть я отложила вот напомню что у меня здесь было 550 грамм немножко грамм 50 я отложила для того чтобы класть на сэндвич и очень вкусно сейчас попробовала сделать бутерброд тоже вам сейчас покажу очень вкусно получилось и так что нам нужно для салата для салата я возьму чесночок один можете взять больше чесночка как хотите мелко его порежу если у вас нет сыровочного можете взять сухой так дальше вот здесь у меня копченая паприка и хлопья перца чили вот такого берите по вкусу смотря какого вас острый не острый и как любит моя ваша семья но мои вот любят не очень острая поэтому я много брать не буду паприка копченая придаст вкус и цвет вот такой красивый высыпаем сверху обязательно кориандр у меня свежий тем временем пока мы заправляем всеми специями я поставила на плиту разогревать горячее растительное масло мы будем заливать именно горячим маслом наш салат конечно лучше ростки употреблять в сыром виде потому что они полны витаминов и витамины эти терять мы не хотим дальше я возьму вот такой рыбный соус и добавлю столовую ложку хочу вам заметить что мы не будем солить потому что у нас есть соевый соус рыбный соус они очень соленые вы можете когда ваш салат уже замаринуется попробовать его на вкус если вам будет недостаточно тогда добавить соли но заранее не солите и соевый соус 2-3 столовые ложки еще у меня вот такое кунжутное масло вы можете брать любое кунжутное масло очень имеет очень сильно яркий аромат поэтому вот на такой салат мы кладем буквально чайную ложку не больше иначе у вас будет невкусно и и кунжутное масло я тоже вот так поливаю немножечко все ждем разогрева масла и выливаем его вот сюда сейчас я немножко помешаю все это этот рецепт салата позволяет вам максимально сохранить витамины в том что мы с вами вырастили уже такой аромат от кунжутного масла сейчас мы зальем все это горячим маслом и поставим мариноваться часа на три будет великолепная закуска и салат на ужин а теперь я покажу как сделать сэндвич вы можете взять любой хлеб хлеб для сэндвич и сделать тост у меня вот такая вот лепешка которую я сама испекла можно взять обычный лаваш и в него просто все это завернуть как мы с вами делали ролл из моркови корейской между прочим вот это зелень вот эти ростки очень хорошо подойдут в ролл вы можете также сделать вместо салата использовать вот этот вот росток они очень хрустящий на вкус сладкий очень приятный и вкусной поэтому экспериментируйте я отрезаю кусочек и разламываю лепешку вот так раскрываю ее теперь сюда вы можете намазать либо какой-то ваш любимый соус либо масло сливочное можно намазать у меня мягкий сыр филадельфия крем-чиз любой можете взять очень будет вкусно намазываю это для сочности так теперь я сюда прям кладу вот эти ростки они знаете такой хруст придает вообще очень вкусно получается так и сюда кладу кусочек любыми ну что попробуем очень вкусно это пример того как вы можете сыром виде использовать вот эти ростки ростки они очень вкусные сладенькие не обязательно подвергать их термической обработки можете любой соус у меня мягкий сыр хороший завтрак перекус даже можно на работу с собой брать а также можете завернуть простой лаваш и делать ну что ребята у меня готов мой салат вот этот вот замечательный посмотрите вот такой вкусненький аромат ненький ароматы от него просто стоят вас я буду пробовать вот этот салат пахнет вообще аж слюнки текут это прекрасный гарнир к мясу это можно положить любую лапшу азиатскую когда вы делаете жареную лапшу например курочки грудкам будет вообще просто великолепно самое главное что это полезно как настоящая клетчатка очень вкусно остроту можете регулировать по своему вкусу и желанию смотрите вот так вот главное что вот здесь вот минимум термической обработки и вы также это можете применять на сэндвичи также помазать например любой хлеб мягким сыром филадельфия либо крем-чизом и сверху просто положить вот это вот будет очень вкусно с яичницами короче я вам рекомендую приготовить вот так вот ну